Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами проторей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую главу книги пророка Агея. С того момента, на котором завершается предыдущая глава, проходит месяц, мы оказываемся в контексте праздника Кущей в середине октября. Это тот день, когда в Евангелии от Иоанна Христос в храме воскликнул, «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Главное действие этого праздника происходит в храме. И поэтому здесь тоже праздник Кущей, и возникают споры. Многие люди высказывают свое откровенное разочарование. И тот праздник Кущей, который отличается особым ликованием и торжеством. Впрочем, имя пророка Агеи тоже означает праздник и торжество. Все эти люди озвучивают свои обманутые ожидания. Они разочарованы. Храм не впечатляет своим великолепием. Он идет ни в какое сравнение с тем храмом, который 500 лет назад царь Соломон построил на этом месте. И некоторые из присутствующих здесь помнят великолепие того храма. И это настолько подрывает дух народа, что они не хотят продолжать строительные работы. Именно в контексте вот этого смятения, этого смущения, пророк Агеи напоминает народу о том, что Бог обещал новый храм и грядущее царство. И в этом грядущем царстве храм, Иерусалимский храм, станет центром мира. Местом, где совершится спасение всего мира. Пророк опережает, озвучивает тот ропот, который звучит в толпе, для того, чтобы произнести слова «увещевание». Главное служение пророка — это увещевать, то есть обличать недостатки и вселять надежду. Поэтому «Мужайся, Зарававель!» — говорит Господь. «Мужайся, первосвященник Иисус!» «Мужайся, весь народ этой страны!» — говорит Господь. «Я с вами!» — говорит Господь Саваоф, Господь воинств. «Поэтому исполняйте завет, который я заключил с вами, когда вы вышли из Египта. Мой дух среди вас, не бойтесь». Вот эти ключевые слова, которые произносит и воскресший Христос. «Не бойтесь, только веруйте, мужайтесь, крепитесь, продолжайте то шествие, которое вы начали». И здесь пророк Агей, конечно, нам напоминает пророка Моисея, который точно так же выводит народ из Египта и должен постоянно поддерживать в нем горение духа. «Так сказал Господь воинств, Господь Саваоф. «Еще немного, и я сотрясу небо и землю, море и сушу, и я сотрясу все народы, и стекутся сюда их сокровища, все, что вожделеют люди. «Я наполню этот храм богатством и славой», — сказал Господь воинств. «Все серебро мое, все золото мое», — говорит Господь воинств. «Храм будет богат и славен больше прежнего. Я пошлю мир этому месту», — говорит Господь воинств. Вот те самые обетования, которые исполнятся над Иерусалимом, Иерусалимским храмом, о том, что однажды наступит царство Бога, которому покорятся все народы земли, Иерусалим станет центром и тем местом, где будет одержана последняя победа над силами зла, и воцарится долгожданный мир. Именно эти слова обетования поднимают в народе дух. И спустя некоторое время, проходит два месяца, возникает следующий спор. На сей раз пророк Агей спорит со священниками храма. Они ведут спор относительно книги Левит, относительно того, что чисто и что ритуально является нечистым, и что оскверняет, и наоборот, что освящает человека. 24 числа 9 месяца 2 года царства Недария пророку Агею было слово Господне. Так сказал Господь воинств. Попроси священников рассмотреть такой случай. Предположим, некто нес освященное мясо, завернув в полу одежды, и коснулся полою хлеба, похлебки, вина, масла или любой другой пищи. Освященники, которые искушены в пятикнижии, говорят нет. Конечно, если какой-то освященный объект случайно прикасается к каким-то другим предметам на пути, то это их не освящает. А если дотронется до нее человек, оскверненный прикосновением к мертвецу, то осквернится ли пища, спросил Агей. И священники подтвердили. Осквернится. На самом деле мы здесь видим, конечно, какую-то вопиющую асимметрию. Святость не освящает, но порог и скверна она действует как вирус, который заражает и распространяет инфекцию. И священники говорят осквернится. И пророк Агей использует эту ситуацию как притчу. И он говорит священникам, теперь вы понимаете, в чем проблема этого народа. Так и эти люди, так и этот народ, который ко мне приходит, говорит Господь, так и все их дела, все жертвоприношения, все осквернено. Опять же мы здесь видим, что проблема не в том, что человек внешне малодушен. Проблема в том, что он внутренне нечист. И если человек что-то делает с нещедрым сердцем, с окаменевшим сердцем, это отразится на плодах его рук. В том числе и на строительстве храма. Даже если люди строят храм Божий или приносят жертвоприношению, но сердца их нечисты, если они непослушны закону и забывают завет, то все это напрасно. И все это скверно в глазах Бога. И наоборот, в послушании завету, в любви к Богу все процветает, как будто некий круговорот благодати в природе все обновляет и умножает. Наблюдайте, что будет отныне, с дня сегодняшнего и впредь. До сих пор, пока не положили в храме Господа камня на камень, как у вас шли дела. Пойдешь в закрома за зерном взять двадцать мер, а там десять. Или пойдешь к довильне начерпать пятьдесят мер вина, а там всего только двадцать. Я вам послал и суховей, и град, и плесень на ваши посевы, губил все ваши труды, но вы не возвращались ко мне. Наблюдайте, что будет отныне, с дня сегодняшнего и впредь, с двадцать четвертого числа девятого месяца, со дня, когда заложен храм Господень, внимательно наблюдайте. Произойдет колоссальная перемена, как только человек возвращается своим сердцем к Богу, к источнику жизни и щедрости, все вокруг начинает меняться. «Разве есть еще зерно в амбарах? Ни лоза, ни смоковница, ни гранат, ни олива, пока не приносили плодов, но отныне я благословлю их». И заканчивается эта книга обетования, которые напрямую относятся к Зарававелю. Он потомок царя Давида, он правитель, и поэтому для народа он царь, хотя он поставлен персами править над этой провинцией. Но здесь мы слышим те обетования, те пророчества, которые исполнятся в Новом Завете. «И вновь было слово Господне к Агею 24-го числа. Скажи правителю Иудеи Зарававелю, сотрясу я небо и землю, низвергну престолы царств, сокрушу царство народов, низвергну колесницы вместе с воинами, падут кони и всадники в междоусобной битве, в братоубийственной борьбе». Здесь речь идет о том, как будет одержана окончательная победа над злом и над бунтующими народами. Точно так же, как колесницы фараона оказались сверженными в море, точно так же и злоба народов будет сокрушена, ибо царится мир. «Тогда, — говорит Господь воинств, — я возьму тебя, Зарававель, раб мой, — говорит Господь, — и ты будешь для меня, словно моя печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь воинств». Конечно, речь идет не просто о земном царе Зарававеле, конкретном современнике пророка Агея, но тот современник пророка — лишь прообраз того будущего царя и мессии, который произойдет из его потомства Иисуса Христа, умершего и воскресшего. И здесь мы уже слышим эти пророчества о мессианском царстве, и характерна лексика, которую здесь употребляет пророк. Прежде всего, он говорит «раб мой, служитель мой», и здесь он говорит на языке пророка Исаии, и знаменитые песни отрока Яхве, которые мы слышим за богослужениями применительно к воскресшему Христу. «И ты будешь для меня словно печать». Печать — это знак завета, предмет, которым скрепляется документ, для того, чтобы подтвердить подлинность подписи и его правомощность. И печать — это та печать, о которой говорится в «Песне песни». Печать — это тот перстень, который отец возложил на руку Иосифа. И поэтому сын возлюбленный будет мессией и царем. «Ибо я избрал тебя, ты будешь избранником». Вот таким образом пророк Агей в этой небольшой книге возвещает будущие обетования и тем самым пробуждает народ к тому, чтобы народ не прекращал строительство храма, потому что однажды этот труд принесет свои плоды. Будет новый храм, будет новый Иерусалим, и в нем будет новый царь и новый первосвященник. И уже имя нынешнего первосвященника Иисуса, сына Соседекова, лишь прообраз того истинного царя, который будет носить имя Иисус, что означает «Бог спасает», который умрет и воскреснет, и одержит окончательную победу над всяким злом и над смертью. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.ру Продолжение следует...